ДОТЕ Всем привет! Сегодня на повестке дня обновление в Доте, интересный турнир от Близзарда, решафлы и многое другое. В понедельник в тестовом клиенте Доты вышел долгожданный патч 6.87, который уже на следующий день перекочевал в основной клиент игры. Как всегда, глобальное обновление затронуло и игровой процесс, и предметы, и героев. IceFrog представил нам 7 новых айтемов, слегка переработанную карту, вновь раздал всем агонимы, понерфил героев фирспика прошлого патча и упростил жизнь саппортом. С полным списком изменений вы можете ознакомиться на нашем сайте. Теперь команды будут лихорадочно выстраивать новую мету, ведь уже через неделю начинаются квалификации на мейджор в Маниле. Новое творение Blizzard. Overwatch приближается к дате своего релиза, и поэтому разработчики начинают все активнее продвигать свой продукт на СНГ-рынок. Вчера в своем блоге компания опубликовала анонс звездных матчей All-Stars. Однако, звезды эти далеко не из киберспорта, а из шоу-бизнеса, музыкальной индустрии и с Ютуба. Первый подобный матч пройдет в Москве 27 мая между командами актера Михаила Галустяна и R&B-исполнителя Натана. Играть будут, как полагается, на PlayStation 4, максимально приближая ивент к киберспортивному событию. Посмотреть на All-Stars матч в прямом эфире смогут лишь обладатели инвайтов. Всем же остальным придется ждать записи игры. Организация Epsilon E-Sports официально объявила о закрытии своего состава по Heroes of the Storm. В последнее время дела у команды шли не лучшим образом, что четко прослеживалось в ее турнирных результатах. После слабого выступления на ESL Heroes of the Storm Championship в Котовице, болельщика клуба ждали от игроков реабилитации в Лестере. Однако, из-за визовых проблем команда туда не добралась. После этого последовало поражение на квалификациях к DreamHack'у, и затянувшаяся черная полоса невезения просто выбила ребят из колеи. В составе начался разлад, и в этот момент менеджмент Epsilon E-Sports решил распустить команду. О дальнейших планах игроков пока неизвестно. Известный российский лолер Данил Даймонд Прокс Решетников 25 апреля покинул коллектив Gambit CIS, получив предложение от зарубежной команды, имя которой пока остается в секрете. Напомним, что Даймонд Прокс вступил в состав Gambit в феврале этого года, так как не смог выступать за Unicorns of Love и за проблем с рабочей визой. Вместе с Данилом СНГ коллектив смог пробиться на летний LCL Promotion, где они заработали слот в грядущий сезон. Но, не сумев решить бюрократические проблемы, Даймонд Прокс оставил попытки вернуться в UOL. Теперь он нацелен выступать в команде из NA LCS, но пока неизвестно в какой. Сегодня стартует небольшой 7-про чемпионат под названием NVIDIA Dota 2 CIS Cup Series, где можно будет посмотреть на команду Polarity. Помимо полярных, из известных коллективов за первое место будут бороться ребята из команды Rebels. 8 составов сразятся в сетке Single Elimination за скромный призовой фонд в размере 1500 долларов. Его разделят лишь на 2 состава, лучший из которых заберет 1000 долларов, а серебряному призеру достанется лишь треть. Первые игры начнутся сегодня ровно в 19 часов по московскому времени, поэтому следите за трансляциями студии RUHUB. А на этом у меня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»